приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео поговорим с вами про киберспортивный турнир легендарный охотник в нем можно выиграть деньги выиграть золото поучаствовать в личном зачете также есть еще зачет для блогеров также можно еще к блогерам вступить в команду где можно в общую копилку фармить золото турнир закончится через месяц примерно после чего каждая команда сколько на фармила золото столько на всю команду они поделят блогеры будут выбирать сколько кому там достанется моя команда тоже там есть в нее можно вступить в описании будет ссылка по которой можно вступить в мою команду также можно бонус код ввести самому вручную он тоже будет в описании но вначале покажу трех победителей по 500 золота из прошлого видео которые писали комментарии с никнеймом своим они выиграли по 500 золота если вы тоже хотите выиграть под этим видео тоже пишите комментарий в конце оставляйте свой ник этот розыгрыш для ру региона поскольку золото выдает лесто ну а мы возвращаемся к нашему киберспорту можете зайти на сайт в новость про этот турнир легендарный охотник и посмотреть все условия призовой фонд составляет уже больше 8 миллионов и подбирается к 9 миллионам рублей призовой фонд пополняется путем покупки уникального 2d стиля лунная роза я его по предзаказу сразу купил он мне нравится красивый покупать вам или нет думайте сами но я поддержал киберспорт и получил красивый стиль это лично на мой вкус как по мне прикольно также есть две боевые цепочки задач где есть награды с резервами на серебро с расходниками с инструкциями там также есть еще x5 дни према серебро боны и билеты участников розыгрыша я так понимаю будут розыгрыши в которых при помощи этих билетиков можно будет участвовать если пройти две боевые цепочки получите два билета больше шансов выиграть также здесь есть еще таблицы с личным зачетом с командным зачетом зачет для блогеров и везде можно выиграть кучу золота и с первого по пятитысячное место можно также выиграть еще и деньги 11 место примерно как минимум выиграет 3500 рублей написано тут на сайте пятитысячное место как минимум 300 рублей я так понимаю консорт турнира видимо цифры будут окончательные поскольку призовой фонд всегда растет первое место кто выиграет также еще получит 10 тысяч золота без стиля лунная роза со стилем 20 последнее место сто тысяч на и получит 25 золота без целя или 50 золота со стилем то есть призов на валом что-то довыграть точно получится 10 лучших игроков получат приглашение на оффлайн финал 10 лучших блогеров получат приглашение тоже на оффлайн финал если кто-то откажется то следующий игрок по списку получит приглашение на оффлайн финал. Денежка будет выплачиваться на кошелек U-Money. К вашему аккаунту и к кошельку U-Money должен будет привязан один и тот же номер телефона, иначе не получится. Можете зайти на сайт, тут есть кнопки участвовать, если вы игрок. Можете зайти на сайт, нажимать кнопки участвовать, также принять цепочки боевых задач для того, чтобы их тоже выполнять. Также тут можно пополнить призовой фонд, покупая стиль Лунная Роза. Ну и по ссылке в описании не забудьте вступить в мою команду, где вы справедливо получите золото столько, сколько нафармили. Также еще для лучших игроков, которые в моей команде больше всего нафармят золото, будут призы лично от меня, что-то в районе 50 тысяч золота, я постараюсь для лучших игроков выделить подарить. Точно не знаю, сколько я смогу подарить через месяц, какими ресурсами я буду обладать, столько вам и подарю. Я не жадный. Если вы вступаете в мою команду, как же фармить золото? Просто играете в Стальной Охотник, с 9 утра МСК, по 2359 МСК, то есть у нас с 9 утра до 12 ночи. Вы можете играть и в зачет ваши бои будут идти, если вы будете попадать в топ-5. Если вы попали на первое место, вы получаете 3 галдинки, если на 2-ое, 3-ое, 2-ое, если на 4-ое, 5-ое, 1. То есть за один простой бой, с 9 утра до 12 ночи, если вы сыграли, вы будете получать золото, которое будет собираться в нашу общую копилку нашей команды. И через месяц, сколько мы насобираем, столько я вам и выдам, плюс еще лучше, еще сверху от себя. Поэтому, если вы в принципе собираетесь играть в Стального Охотника, то я не вижу смысла играть его без команды, поскольку вы точно так же будете играть, что без команды, что с командой, но в команде вы будете еще и поддерживать меня, участвовать в нашей команде и фармить себе золото. Для участия в розырыше понадобится билет. Чем больше билетов, тем выше шанс на победу. Билет можно получить четырьмя способами. За покупку набора 2D стиля «Лунная роза», каждый купленный набор, вы получаете один билет. Если вы купите набор в подарок, то билет получит получатель. За выполнение первой цепочки боевых задач, за выполнение второй цепочки боевых задач, за нахождение в дополнительной таблице состязания для игроков с тарифом «Игровой» от «Телеком», «Теледва» или «Белтелеком» на 25.07.2023.20359 МСК. Итоги розырыша будут подведены во время трансляции оффлайн финала. Также там есть еще дополнительное золото для игроков с тарифом «Игровой». Также для них есть еще состязания там всякие, можете зайти, кнопки понажимать, участвовать, если вы таковыми являетесь. В личном зачете все очень просто. Будут учитываться ваши лучшие 25 боев. Поэтому можете накатывать бои, переигрывать, чтобы ваши 25 боев становились все лучше и лучше. Накатывайте катки, собирайте 25 лучших боев, и за счет них вы будете в таблице занимать свое место в зависимости от того, насколько эти ваши 25 каток хороши. Вот, в принципе, и все. Очень просто, проще некуда. В общем, в целом, заходим на сайт, прожимаем все кнопки, которые есть в этой новости про турнир «Легендарный охотник», и просто играя в «Стального охотника», мы все везде повыиграем и получим столько, сколько заслужили. В принципе, это все, что я хотел рассказать. Могу еще в конце рассказать ту тактику, которую я в «Стальном охотнике» для себя выработал. Раньше я катался только на ЛТшках, мне нравилась китайская ЛТшка, также мне еще заходила французская. Но в последнее время я больше играю на немецком тяже, выбираю все на броню, и орудие выбираю с увеличенным разовым уроном, где большая альфа. Мне так проще, мне так легче, мне понравилось, и оно работает. Почему мне оно понравилось? У немецкого тяжа вначале хорошая броня, и можно прям первого встречного упарываться на него, фармить больше опыта, за счет того, что я пробиваю его, он меня нет, я могу победить вначале пару челиков, и забустить себя по прокачке очень жестко. Поэтому от меня вам совет, если вы начинающий стальной охотник, можете попробовать немецкий танчик и качать его на броню, качать его на альфовую пушку. Да, он не против всего хорош, есть там всякие американские танки, которые могут нас просто остановить и расстрелять своей жесткой пробивной пушкой. Но, тем не менее, остальные танки против нас не так жестко работают, но тоже что-то могут. Также нужно быть готовым к тому, что орудие будет кривое, но оно чуть ли не по пол хп сносит врагам, когда мы их пробиваем. Если с умом пользоваться таким аппаратом, то периодически можно выигрывать. Прям каждый раз выигрывать, конечно же, будет тяжело, но, по крайней мере, здесь есть возможность в начале катки забустить себя по опыту и немножко опережать своих соперников по уровню, что даст нам возможность еще быстрее разгоняться и к концу боя мы будем уже с легкостью седьмого уровня разваливать всех. Да, конечно, это все приходит с опытом и не будет так каждую катку, но, тем не менее, эта схема рабочая. Я ее проверил, показал, она мне понравилась. Также еще ЛТшки, допустим, французские, тоже неплохие. Некоторым нравятся британцы на ДПМной пушке, американец тоже неплох, ну и кранвагенку даже без него. Он, конечно, мне кажется слабоват, но некоторые скиллы у него нереальные. В общем, вы можете найти свой танчик, который вам понравится. Ну а некоторые танки, на мой взгляд, вообще слабоватенькие. Я перечислил те, которые мне больше всего нравятся. Подберите себе тот, который вам больше всего заходит, вступайте в мою команду, играйте столько, сколько вам по кайфу, не переигрывайте через силу много, поскольку у вас, поскольку вы можете перегореть, устать от режима и забить на него вообще. Играйте столько, сколько вам ваше духовное равновесие позволяет, чтобы не гореть, а играть по кайфу. Как по мне, режим неплохой, интересный, в него можно поиграть. Конечно, в нем есть свои плюсы, минусы и особенности. Так просто в него не поиграешь, когда на тебя упарываются и все обижают в этом режиме, становится грустно, но я превозмог себя и на немецком танке у меня получилось побеждать. Я думаю, что и вы тоже свой танк сможете найти. Ссылочки будут в описании, как вступить в команду тоже. С вами был Варчик, играйте красиво, подписывайтесь, ставьте лайки, поддержите меня в нашей команде. Всем удачи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok